Встреча с лекарственной терапией 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 Мы не получаем на терапию Встреча с лекарственной терапией 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 Мнение хирурга. Невозможно этого сделать, имея каждый год увеличивающийся индекс накопления когорт пациентов, которые получают длительную терапию. Наша организация еще со времен инициации клинических исследований, это уже более 10 лет, а в рутинной клинической практике 7 лет мы имеем опыт в рутине применения данной группы препаратов. Но я могу сказать, что накопилось, если всю историю сложить с первого дня использования в рутинной клинической практике, это в районе 500 пациентов. Если бы мы им не отменяли лечение, мы очень активно начали отменять лечение при самых разных нозологиях спустя 2 с плюсом года. И я не могу вспомнить ни одну клиническую историю возврата пациента с признаками рецидива заболевания. Они все находятся в стадии динамического наблюдения. Поэтому, учитывая вот тот безграничный, на мой взгляд, имеющий тенденцию к безграничности, к бесконечности индекс накопления этих больных, с учетом того, что мы лечим с вами не только онкорологической направленности пациентов, это и меланомы, это практически все солидные опыты, при которых есть регистрация. Коллеги, вы должны наставить этот вопрос. Хороший вопрос. А это в рекомендациях же никак не отражено. Если, грубо говоря, такой грамотный пациент, очень грамотный, отменяет лечащий доктор консилиум, этот грамотный пациент принимает это решение сегодня, а завтра у него что-то возникает, как выходить из сложившейся ситуации, если мы не можем ссылаться на никакие исследования, никакие нормативные базы? Отсылки в практических рекомендациях Русска существуют в контексте мелкоклеточного рака легкого и меланомы кожи. В рамках всех исследований серии КИНОТ при разных локализациях, это касается пембролизумаба, но мы используем консультации наших экспертов, ведущих из федеральных клиник. Телемедицинские консультации, нужно сказать, в 99% случаев наши решения поддерживаются. Поэтому прецедентов не возникало. Разрешите комментарии. Анастасия Владимировна, у меня один вопрос. Почему ваш случай до сих пор не на сайте РОУ «Конкурс молодых ученых»? Кстати, молодые коллеги, до завершения принятия участия заявок осталось меньше 12 часов. Замечательный случай, прекрасная демонстрация. Я очень надеюсь, что вы оставшееся время потратите на то, что у вас 12 часов. Давайте спешите, потому что прекрасный вариант демонстрации введения пациента на иммунотерапии, которым нужно, необходимо поделиться. А там, возможно, и вас отберут, и вы примете уже участие в туморборде по лечению рака мочевого пузыря. Поэтому дерзайте. А те, кто еще не подали, у вас есть 12 часов. Поэтому я всех активно призываю. Спасибо. Спасибо большое.